всем привет дорогие друзья мы едем на почту в соседнюю деревню в нашей деревне почты нету а мы хотим отправить отправить посылку нашим детям вот ну что мы собрали в посылку мы собрали там две такие олимпийки красивые вот сухие грибы много-много-много-много это белые красные то что мы ходили и насушили вот и и значит яйца утины и цесарины посылка получилась большая вот посмотрим на сколько она потянет и сколько нам обойдется пересылка вот это наша деревня мы едем вот тут дома деревня довольно большая но церковище вот та деревня в которую мы едем она конечно намного больше такие дома у нас здесь у нас был дождь с утра окна в капельках окна лобовое стекло машины наши в капельках вот дорога довольно таки приличная и и по моему в прошлом или позапрошлом году ремонтировали положили новое асфальтовое покрытие разметки то есть раньше по ней было ездить просто каторга одни ямы колдобины все пытались по обочинам объезжать эту дорогу эти ямы но вот сейчас по ней ездить очень комфортно движение как вы видите никакого нет дорога там как бы она такая это не трасса такая дорога наверное местного значения вот вот так вот вот такие просторы у нас за окном прекрасный вид поля где-то скошенные конечно большинстве своем не скошенные скотину люди не держат то есть сен это никому не надо нам бы и надо но такие объемы нам никак не не обкупают то есть не обкосить вывести не на чем ну короче цену мы покупаем вот березки всякие кусты уже конечно чувствуется осень желтые листья эти так вот ну вот такая красота вот мы подъезжаем это деревня церковище она большая даже у нас называется церковищенская волость у святский район церковищенская волость то есть это городочек вот смотрите гнездо аиста там было на дереве так церковище от нас где-то этих километров 6 наверное 5 5 5 6 вот так вот но сама деревня церковище очень большая длинная может 3 4 километра такая примерно вот здесь работает почта в которую вот мы ездим и если нам там приходят какие-то посылки то мы тоже ли сюда на эту почту ездим почта работает три дня в неделю сейчас увидите эту почту посмотрите вот мы проехали нет сейчас будем приезжать клуб он был старый развалившийся и вот выбили какие какой-то грант заведующие клубом и клуб сейчас ремонтируют и превращают его в такое прям современное красивое здание добротно вот и вот в этой деревне еще проходят фестивали народной песни ольги сергеевой народ народная певунья наша душа земли русской ой псковской ну и русской конечно тоже это мост не знаю как это река но это же не у свячи до река какая-то другая река вот вот сюда вот ладоги указатель на дыге мы ездим на карьер за маслятами а вот вот голубой это вот клуб смотрите какой отстроили новую кровлю положили вот новую кровью положили посмотрите все как красиво все прямо все 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 капитально прямо так капитально какое крыльцо теперь я надеюсь что здесь жизнь будет более насыщенная что молодежи будет куда ходить чем заниматься может быть какие-то кружки там будут а вот в церковищенская школа посмотрите тоже современное такое двухэтажное здание она отапливается там есть кочегарка а вот здесь детки ходят с деревень автобус привозят деток вот в эту школу вот здесь построили им этот спортивный такой городок типа вот ну а по заборам по дома можно судить как как живут люди сельчане вот дома кирпичные но всякие разные вот тут строится сарай строят ребята дома такие вот простор а вот река у свяча сейчас будем ее переезжать по мосту вот мосты такие все вот где мы проезжали вот когда там в коню ездили там к друзьям знакомым еще куда-то вот мосты они будут все такого типа вот все вот видите такие мосты современные со сливами там в общем классно очень все делают то есть деревне конечно не заброшено прям вот совсем там как бы но все равно люди уезжают отсюда это очень грустно вот а где наша почта проехали мы мы просто заехали развернулись на вот вот такие сара и тут строят ну это скорее всего дрови них будет вот вот заброшенные какие-то дома где никто не живет а вот делали дорожки такие вот лесенки сделали прям такие эти каменные ступеньки ну бетонные и перила прямо вот людям очень удобно чем кто-то какие-то свои там ступеньки делает там завалиться можно вот сделали всем очень хорошо так ну вот мы подъехали к почте вот почта там стоит печка она отапливается не знаю управление наверное обеспечивает дровами но это был наверное чей-то дом не знаю может быть почта россии вот выкупила этот дом или как ну вот это почта вот здесь отделение почтовой связи и почтовый ящик можно письмо бросить и вот тут расписание как бы как работает почта ну вот она работает три раза день вот смотрите настоящий деревенский дом полы деревянные такие все это вот такая почта у нас здравствуйте вот печка все отапливается тепло здесь ну тут всякая информация очень красиво сделано вагонкой все всякая разная газета можно купить даже продается весной семена вот там добрения какие-то ну и вот тут всякие коллекционные там открытки и все разное такое канцелярские принадлежности даже какие-то продукты вот можно купить там на первые необходимости там кофе чай там мука ну такое все вот то есть если даже магазин закрыт или что-то то можно купить что-то на почте вот мы сдаем свою посылку сейчас мы узнаем сколько нам это обойдется пересылка сколько там денег получилось скажи 682 рубля оказалась цена отправки нашей посылки а сколько вес там получился сколько 8 килограмм вот на 8 килограмм мы грибов отправили ну все спасибо большое до свидания всем пока пока пока